Вам для полива на весь сезон необходим порядка 800 тысяч кубов воды на все участки. Соответственно, поливной сезон начинается с 1 мая, заканчивается с 1 сентября. 800 тысяч кубов для меня в канал, который переезжаете все и устроится, набирая воду, я на это закрываю глаза. Ну, слава Богу, устроитесь. Это дура. Мне тут нет проблем, потому что у меня насос в СИГУ мог подать вообще от 20 тысяч кубов. Для вас это всего 800 тысяч кубов в СИЗО. Для меня это не является большой проблемой, но для того, чтобы вас поливать, да, конечно, поливная вода, она гораздо дешевле питьевой, напрямую, то есть не очищенная вода, собирается с реки Болга, ставит небольшие там сооружения рыбозащитные, и вода поступает в канал. Для того, чтобы его подать вам, необходимо поставить насосную станцию и, соответственно, делать производящие сети. Для этого надо также, как уважаемые, если мы говорим, готовить проект. Вот в канал готовы дать. По поводу тарифов, это тоже немаловажный вопрос. В прошлый год Натальевская коммунальная служба, сейчас это другая организация называется, но ее в втором время, получили насосы и расчеты 1,8 рубля за 1 куба метра воды. Они включают. Какой тариф в этом году будет? Он, конечно, будет повыше. Сейчас взглядом факторов распоряжения за номер 5,7 февраля, чтобы я рассчитал тариф до 30 апреля. То есть до 30 апреля ждать не буду. Я его рассчитаю раньше. Но в этом году, в принципе, не нужно. Все равно вы ничего не успеете сделать. Но я говорю, как есть. Потому что станция, это все проекты, дорогостоящие вещи. Определиться в прокладке дорогостоящие вещи. Но есть, и вы берете воду из канала на стройку. Ну, есть, слава богу, и берете. Что я могу вам сказать? Но! Это когда вручный способ берете, введете. Если поставить насос на воду, к сожалению, потом рост, а электричество. Но я считаю, и мы ее поливать надо, потому что гораздо дешевле, чем поливать питьевой водой. Потому как эту воду будет забирать, ну, давайте, так открыто, не только для полива, но также другие свои технологические воды. Я предлагаю подать, что вам хотите, и предлагаю выбрать способ. То есть, сделать проект, поставить станцию, качать воду. А проект кто сделает? Не знаю. На сортной станции я не могу сказать, что это стоит, потому что зависит от мощности на сортной станции и от протяженности трубопровод. Трубопровод, на самом деле, они, на самом деле, все у языка поднимают. Они летние, соответственно, они все будут сливаться у вас. На сортной станции, на самом деле, зависит от того, сколько народу все берется. В итоге, половина откажется, а потом они согласятся. Чтобы начать работу, надо сделать шаг вперед. Для того, чтобы сделать шаг вперед, надо иметь желание сделать шаг вперед. Пока я у вас желание этого не вижу. По той причине, никто за вас шаг вперед не сделает. Надо определиться, в конце концов, делаем это или не делаем, и хотя бы приблизительно, ориентироваться, сказать цель. Тогда я готов инициативную группу видеть у себя. Наш контор находится на память, когда Макса 24, я принимаю все время с 9 до 6 вечера, без прерыва на обед, ну, конечно, ухода мне свой взрослый. Готов видеть вас и как бы совместно с нами мы все эти вопросы, ну, начать эту работу. Продолжение следует...